Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня будет преображение ногтей, которые скручиваются. Я покажу вам, как это исправить. Подписывайтесь на канал, если еще не сделали этого, и жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления и смотреть новые интересные видео. Поехали! Поехали! Но сейчас ногти начали скручиваться. Углы квадратной формы свернулись вовнутрь. От этого движения свободного края отслоился и гель-лак, даже скололся на среднем ногте. Поэтому я буду укреплять и выравнивать эти ногти сегодня твердым материалом. Это ноготки растущие вверх. Они уже были в моих видео на преображении. Так вот теперь к такому природному росту ногтей добавилось еще и скручивание. Скручивание это уже приобретенный дефект, который мы можем исправить. Снимаю покрытие фрезой. Так как ногти растут вверх, то материал я снимаю на ноль с торца, но немного остается по центру ногтевой пластины. Потому что там и так впадина, и мы ее будем закладывать, поэтому на ноль убирать там совершенно не обязательно. А вот с торца убрать желательно весь материал. Сбоку и с торца видим вот такую картину. Так на ногти может влиять гель-лак. Если мы заменим его на твердый материал, то история больше не повторится. И натуральный ноготь будет расти вслед за твердым материалом, который уже не имеет способности не скручиваться, не сгибаться. В начале выполним маникюр. Иногда птериги так и просятся счистить его. И я это делаю пушером в начале. Счистив какое-то количество птериги пушером, я уже фрезой не буду работать по ногтю так долго и не будет шанса натирать его. А на этих ногтях, особенно на безымянном ногте, я замечаю в своей работе такие натертости. Ногти растущие вверх. Когда я захожу фрезой под кутикулу, я понимаю, что ноготь растущий вверх, а угол наклона я больше не могу сделать. Иначе носиком прошкрябаю, пропил. Поэтому появляются вот такие легкие натертости. От фрезы мне понадобится только пару проходок и шлифовка боковых валиков. Я забафила ноготок на этом этапе и срезаю кутикулу. Прыгаю с пальца на палец, потому что где-то фокуса не было, где-то камеру забыла включить, но суть не меняется в зависимости от смены пальца. После маникюра я обезжириваю ногти тщательно, дегидрирую ногтевую пластину, то есть удаляю влагу с нее и наношу бескислотный праймер. Затем уже наношу базу. Базу наношу тонким слоем, но не втирающим. Чтобы база лежала у меня как мягкая подушка между твердым материалом и натуральным ногтем. Твердый материал это может быть и гель, и акригель, и акрил. Многие клиенты гель-лак называют гелем, отчего разводят путаницу. Особенно при записях, записываются на гель, а приходит гель-лак. В общем гель и гель-лак это разные материалы. Гель-лак мягкий, гель твердый материал и коррекции у них немного тоже могут отличаться. А вот гель-лак и шеллак это одно и то же. Не считая только фирму, по характеристикам это одно и то же. И то и то это мягкий материал. Также нас немного путают и производители акригелей, пытаясь выделиться они называют продукт по-разному. И комбигель, и акригель, и полигель, жидкий акрил, в общем как только не называют. Все эти материалы могут немного отличаться по структуре, где-то больше геля, где-то больше акрила. Какой-то материал более вязкий, какой-то стоит как камень на месте. Где-то видны крупинки, а где-то их совершенно нет. Все это зависит от разных фирм, производителей, но суть у них одна. У меня в работе будет вот этот комбигель. С помощью одного только материала я выровняю скрученные ногти. Визуально исправлю верхорастущие ногти в один слой, так как я заполню материалом провал по центру. Тем самым визуально выровняю ноготь. А также этим же материалом я создам красивый натуральный цвет. Это очень удобно. Жидкость я использую не спиртосодержащую, а масляную. От нее материал не расплывется под кутикулу. А также такая жидкость не портит ваши кисти, потому что моя уже немножко пострадала от спиртосодержащих жидкостей и начала пушиться. Разравниваю материал, игнорирую заломы на свободном крае и выстраиваю ровные параллели по бокам. Этот материал, как и любой другой акригель, не печет в лампе и просыхает быстро даже в толстый слой. Также этим материалом можно довесить длину без формы в пару миллиметров или доложить сломанный угол. Этот комбигель также не оставляет крупинок, видимых после опила, поэтому подходит для камуфляжного покрытия без дополнительного перекрытия цветом. Подсушили материал в лампе, обезжириваем тщательно покрытие, убирая с него липкий слой. И вот так сейчас выглядит наш материал. Дальше опиливаю. В зоне у кутикулы я не трогаю материал, он лежит там плавно. Мне нужно оформить только четкий свободный край и сделать новые ровные параллели. Можно опилить вначале излишки фрезой. На эту фрезу свою помощницу я оставляла ссылки под прошлым видео, загляните туда. После фрезы нужно все равно пилочкой дорабатывать, поэтому сняв более грубо фрезой какие-то излишки, я пилю дальше пилочкой. Пилю ровную линию от возвышения у кутикулы от апекса к кончику ногтя. Не закругляю края, не заворачиваю пилку на торце вниз. Нужна четкая ровная линия. И уже от нее сглаживаем ребра к боковым параллелям, плавно по верху, чтобы получить красивую ровную верхнюю арку. Смотрим в торцы. Внутренняя арка это то, каким был натуральный ноготь. А верхняя арка, каким мы его выпилили. И теперь фрезой изнутри убираем толщину. То есть те места, которые скрутились и дали нам неровный край. Выпиливаем вместе с натуральным ногтем, естественно, потому что скрутился у нас именно натуральный ноготь. И так как мы его оттуда выпилим, скручиваться он уже не будет. Так как пойдет расти вслед за направляющим его твердым материалом. Музыка. 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 После внутреннего опила осталась у нас только красивая ровная арка. Я запечатаю ногти снизу, чтобы натуральный ноготь не планировал там отслаиваться. Музыка. 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 Моя модель пожелала стразиков на пару ногтей. Она очень любит натуральный вид ногтей, но с какими-то блестками. В этот раз у нас будут стразики. Я взяла самые мелкие и креплю их на тонкий слой базы флекси. Располагаю стразы в шахматном порядке. Я уточнила, что на кончиках стразы могут цепляться, мешаться. С недолгим взвешиванием за и против, клиентка приняла решение все же доходить до кончика. Поэтому я их расположила по всему ногтю. Просушили стразы в лампе, чтобы они стали неподвижными, так как они запечатались на базе. И покрываем топом. Конечно же лить топ поверх страз не нужно. Аккуратно обмазываю тонкой кистью топ вокруг страз. Не утапливая их, только чтобы получить глянец. Я конечно люблю стразы в окружении матового топа. Так эффектнее они блестят и нет перелома цвета, который можно наблюдать между страз. Но желание клиента было сегодня глянцевые ногти. Наношу топы на стальные ногти. Пузырьков, крупинок в покрытии не видно, поэтому мне и нравится этот комби гель. Ссылку на него оставлю под видео. Вот так носятся эти ногти. С ними все в порядке и стразики тоже не мешают. Я надеюсь, что это видео было полезным и интересным для вас. Если это так, ставьте палец вверх, мне будет очень приятно. И всем желаю творческих успехов и до скорой встречи в новых видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok